Если у Кафырова есть вилла в Дубае, почему его они в отеле отдыхают? Он дети, наверное, хотел сказать. В последнее время в республике не происходит убийство. Как ты думаешь, они опомнились? Как ты относишься к тем чеченцам, которые сидели в одном окопе с солдатами, которые сегодня в рядах армии Цахала? Все зависит от того, в каком положении были эти солдаты до того, как оказаться в рядах Цахала. Но мы не можем обвинять этих чеченцев, о которых ты говоришь, за то, что они делали до каких-то событий. То есть мы будем с вами подобны кадыровцам или даже всей российской правовой системе, если мы будем так поступать. Это у них есть такая тема. Например, в России можно принять какой-то закон сегодня и затем привлечь ответственности людей, нарушивших этот закон, еще за долгие годы до того, как закон вступил в силу. То есть когда не было преступлением, эти действия не были преступлениями, они совершали эти действия. Через несколько лет те принимают закон, запрещающий эти действия и судят, привлекают к ответственности людей, которые тогда, на тот момент, не нарушали никакого закона. Это произошло с Абдул-Мумином Гаджиевым. Их привлекли сегодня и даже осудили за то, что они когда-то делали, не нарушая, на тот момент не было этого закона. Они затем приняли закон и осудили. Поэтому нам с вами, конечно, уподобляться таким людям нельзя. Я думаю, вот если, допустим, какие-то солдаты были в рядах Цахала, и если после этого с ними в одном окопе находятся кто-то, тогда да, тогда об этом можно говорить. Но опять-таки, все будет зависеть уже конкретно от ситуации. Ведь гипотетически, возможно, такая ситуация, когда, например, мусульмане и немусульмане воюют, затем эти воевавшие друг с другом, мусульмане и немусульмане, заключают мир, и затем вместе воюют против какого-то общего врага. Такое же тоже возможно. Поэтому все, конечно, зависит от ситуации. Тумсо, а что ты скажешь, если война в Газе закончится и солдаты бывшей в рядах Цахала опять окажутся вместе в окопах с чеченцами в Украине? Я был бы очень огорчен таким фактом. Я бы не хотел бы с такими людьми оказаться в одних окопах. Как и в принципе, я вообще не хотел бы оказываться в окопах, конечно. Но в целом ты меня понял. Как ты думаешь, если Израиль пойдет на компромисс и вернется к границам 1967 года? Дома согласится пойти на мирное соглашение? Понятия не имею. Я думаю, это вопрос переговоров. Все, любое соглашение может быть достигнуто за столом переговоров. Смотрел ли ты интервью с Борисом Немцовым? Можно ли его охарактеризовать как противника оккупации Кавказа и любого рода агрессии? Не знаю. Я, может, какие-то интервью его и смотрел. Не знаю, по какой именно ты говоришь. Можно ли его так охарактеризовать? Не знаю. Я не сильно знаком с этой личностью, с его какими-то взглядами или высказываниями. Поэтому не знаю. Если у Кафырова есть вилла в Дубае, почему его они в отеле отдыхают? Он дети, наверное, хотел сказать. Потому что вилла Кадырова находится в отеле. Это огромный отель, в котором помимо наших привычных нам номеров в самом корпусе здания, есть еще и виллы, которые ты можешь круглогодично арендовать на территории этого отеля. И вот Кадырова арендует и там не одну, по всей видимости, виллу в этом отеле. Это его такое любимое место, отель Атлантис, который расположен на этой пальме дубайской. Дубдю хочет интервью у тебя взять. Пускай связывается. Капитан, ас-саляму айкому айбаракату, брат и всем братьям и сестрам, всем Кадыровцам и отдельно Кадыровам, будьте вы все прокляты. Айкому ас-саляму айбаракату. Ну, что ты отвечаешь в судный день, когда Аллах спросит тебя за твой такфир на братьев Хамаса? Напомню, что ты назвал их террористами, мне обидно за эти слова, твои слова, так как я тебя очень уважаю. Я, во-первых, никогда никакого такфира про них не говорил, да и вообще я ничего подобного из того, что ты говоришь, я про них не говорил. Я говорил о том, что я отношусь в целом к ним, не только к ним, вообще в целом к власти в Палестине, отношусь негативно из-за их заигрываний с Гадыровым, из-за того, что они там награждали его, его мать из Иерусалима. Все эти моменты, конечно, они мне неприятны. Из-за того, что в свое время они назвали Чечению внутренним вопросом России. И поэтому, да, в целом у меня именно к власти. А под властью я подразумеваю и Хамас, и Фатх, потому что они эти там власть, те здесь власть, да. Я имею в виду эти на западном берегу власть, те в Газе власть. Поэтому в целом я говорил, что отношение к ним негативное. Но вот того, что ты говоришь, там, такфил, террористами и так далее, я ничего подобного не говорил. Появились такие персонажи из числа чеченцев, которые проживают в Европе, пишут в личку, оскорбляя нашего хорока, вузыки валах и приветствуют, чтобы ты им ответил угрозами. Я думаю, это какой-то, наверное, у них, в их понимании, какой-то очень крутой план. Но, не знаю, если мне что-то такое, допустим, кто-то пишет. Бывает, смотрите, бывает, что тебе, например, кто-то высказывает какую-то критику в твой адрес, на которую хочется возразить, ответить. Потому что есть какой-то конструктив, например, в его критике или в его позиции, несогласии с тобой, даже если это не критика. Но ты его прочитал, допустим, или прослушал голосовое и почувствовал, что тебе нужно на это как-то возразить. Потому что это интересно, в этом есть какая-то обоснованность, какой-то конструктив. А бывает так, что тебе, например, кто-то просто взял желчку какую-то, выплеснул, тебе неинтересно, ты взял и просто удалил. А бывает так, что, например, что-то такое тебе написали, или там прислали голосовое, и ты к этому относишься как к фекалиям в унитазе. Что ты делаешь с ними? Ты просто смываешь. Вот это приблизительно то же самое я делаю с такими типами, которые, ну, или что-то такое пишут, там, оскорбления какие-то религиозные, допустим, чувства или что-то подобное. Это абсолютно неинтересно, даже дочитывать это неинтересно. То есть ты начал, если ты понял, что там что-то такое, сразу же удалил, заблокировал и забыл. Вот я к этому так отношусь. Поэтому если такими вещами кто-то думает, что он сможет там вызвать какой-то интерес, какую-то дискуссию. Дискуссию можно вызвать только конструктивным каким-то обоснованным высказыванием своего контр-мнения, высказыванием контр-аргументов. Только так можно вызвать, когда ты начинаешь читать, допустим, и тебе хочется дочитать. Потому что ты в самом начале понимаешь, что это не какой-то там глупый человек написал, что это не просто высказывание его чувств по этому поводу. Это не какие-то там оскорбления, а бывает что-то, допустим, обосновывать. И тебе раз интересно, ты почитал, может быть тебе хочется даже на это ответить. А вот это вот все остальное, это вообще неинтересно. Потому что в Чечне практикуется многоженство, плохо знают, что там происходит, но просто интересно. Да, в Чечне всегда практиковалось многоженство. Во время коммунизма у нас, конечно, пытались с этим бороться, как и с религией, в принципе, так и с исламом. Но, как вы видите, эта борьба не увенчалась успехом. Даже тогда, когда за многоженство было уголовное наказание, даже тогда у нас это практиковалось. Просто, конечно, это нельзя было как-то официально оформить, это нужно было от властей скрывать. Но, в целом, все это знали, понимали и практиковали. В последнее время в республике не происходит убийство. Как ты думаешь, они опомнились? Нет, я думаю, что сейчас произошла Украина, где... Это, понимаете, это такой легальный способ наказания, в том числе и убийства человека. Теперь нет нужды убивать кого-то в подвале. Теперь можно просто отправить его в Украину, как пушечное мясо, его там убьют. Либо можно его убить в подвале и сказать, что он был убит в Украине. Поэтому сейчас мы не слышим вот эти истории, которые мы слышали раньше. Субтитры создавал DimaTorzok